Напомним, что в районе проходят отчетные собрания по итогам работы сельских поселений в 2021 году. Такого рода отчеты дают возможность комплексно провести анализ проведенной работы администрациями сельских поселений за год, отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы и определить пути дальнейшего развития поселения. В минувшую пятницу очередное собрание состоялось в Кашхабльском сельском поселении. Мероприятие прошло с участием главы района Заура Хамирзова, председателя Совета народных депутатов Александра Брянцева, председателя общественного движения ДГХС и Черкесский парламент Амина Непшикуева, а также местных депутатов. Подробный отчет о проделанной работе представил глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов. Он начал свой доклад с исполнения бюджета поселения за текущий год. Исполнение бюджета поселения за 10 месяцев составило 76,6%. На этот год у нас планировано 25,503,000 рублей, а на сегодняшний день исполнение бюджета составляет 19,521,9 тысяч. Хотелось бы перейти к отчету о проделанной работе за 10 месяцев. Содержальный ремонт дорог местного значения в этом году было затрачено 2,5 миллиона и 3,1 тысячи рублей. Из них освещение 1,671,000 рублей. Электромонтажная работа 730,000 рублей. Это улицы Кургана, улицы Речная и Кокова. Оплата за электроэнергию территории сельских поселений составила 941,3 тысячи. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу освещения тротуаров к улице Джоримова и улице Кагарина до переулки Па, до переулка Больничной. В ноябре-декабре 2021 года будут установлены 20 опор и 40 светильников. Это сегодня эти работы продолжаются. Установлено уже 28 светильников. Я думаю, завтра мы монтажные работы закончим, потом останется только подсоединиться. Я думаю, это тоже на той неделе мы завершим. Ремонт дорог местного значения. В этом году мы сделали исправление профиля дороги по улицам Тутуково, Пионерское, Ульяново, Чапаево, Шаргеново, Лобинское на сумму 380,000 рублей. В соответствии с решением Совета народных депутатов об оказании единовременной адресной и социальной помощи отдельным категориям граждан администрации за 10 месяцев 2021 года единовременную помощь получили 22 гражданина на сумму 346,000 рублей. С 2017 года в соответствии с решением Совета народных депутатов и юбиляров достигших возрастов 80 лет и более оказывается материальная помощь к юбилейным датам. За 9 месяцев текущего года с 60 юбиляров сельского поселения была оказана помощь на сумму 156,000 рублей. На культурное мероприятие в этом году на фейерверк, который мы на 9 мая организовали, это было 40,000 рублей. Физкультура и спорт по турниру биляр имени Кушкова с ходьбе 10,000 рублей, турнир по мини-футболу 5,000 рублей. Также хотелось бы выделить результаты проделанной работы следующих приоритетных направлений. Участие в программах реализуемой Российской Федерации Республики Адыгея. В 2021 году согласно государственной программе Республики Адыгея формирование современной городской среды 18-е и 22-е годы, в период до 24-го года, на территории Кашхабрского сельского поселения проведены следующие работы. В центральном парке ложная тротуарная плитка площадью 415 квадратных метров на сумму 548,000 рублей. В программе «Инициативное бюджетирование Министерства финансов Республики Адыгея» закончен ремонт дорожного покрытия улицы Степной в ауле Кашихаба на сумму 1 миллион 495 тысячи 396 рублей. Из них 1 миллион рублей – это средства бюджета Республики Адыгея, 295 тысяч – это средства местного бюджета, 200 тысяч – это денежные средства жителей аула Кашихаба. Здесь я бы хотел немного остановиться и хотел поблагодарить тех людей, которые внесли свой вклад. У нас есть весь список, если позволите, я зачитаю, чтобы наши земляки знали, сколько денег вложил. Это Вкушка Мухаммед Юрьевич – 2 тысячи рублей, ООО «Универмаг» – 10 тысяч, Кашхабовский сырзавод – 10 тысяч, Ожева Осетна Рубьевна – 3 тысячи, Клава Федоров Василия – 5 тысячи, Шаримов Гиберя – 1000, Клава Штымов Султан – 1000, Анзероков Завор – 3000, Тау Мурак – 3000, Тау Азамат Сафар Бевич – 3000, Тхаркахов Амирбиш Камбевич – 5000, Тау Али Мухаммедович – 3000, Засержева Светлана Аминовна – 5000, Эльгрус – 2000, Тхаркахов Амирбих Аджиритович – 2000, Паджоков Азамат – 1000, Тхаркахов Азамат Музыребевич – 1500 рублей, Тхауджев Беслан Джентемирович – 2000 рублей, Хиштов Каплан Сафар Бевич – 1200 рублей, Тхапшоков Афарида – 3000 рублей, Гулиев Фазиль Агуй – 1000 рублей, Хулияров Ауф – 1000 рублей, Аташуков Али – 1000 рублей, Кушков Аскарбизов Альбевич – 5000 рублей, Хуажев Аслан Альбевич – 3000 рублей, Хуков Беслан – 1500 рублей, Бружев Мурак – 20000, Мамхегов Рамазан – 1000, Избашев Беслан – 1000, Ансальев Магомед – 1000 рублей. На сегодняшний день мы собрали 101 тысячу рублей, нам надо еще собрать до конца года еще 99 тысяч рублей. Хочу обратиться ко всем депутатам, сегодня все муниципальные служащие, которые у нас работают, они будут вносить свой вклад как работники администрации в эту копилку. Поэтому убедительная просьба и к депутатам, и ко всем остальным. В этом году завершено строительство водоснабжения по улице Кашка, по государственным программам «Чистая вода». Поставлено два водозаборных узла и построено 42 450 мм водозаборных водопроводных сетей на общую сумму 75 65 900 рублей. Подключено к новой системе водоснабжения 112 домов в день, к арт-скважинам. Таким образом, тоже хочу здесь остановиться, эти арт-скважины должны работать, люди должны более серьезно отнести, что надо пользоваться качественной питьевой водой и должны проводить себе воду. Мы-то со своей стороны сделаем все, что возможно, есть люди, которые этим делом занимаются, поэтому убедительно к депутатам, чтобы они тоже к своим соседям сами провели воду и пользовались чистой артезианской водой. С 1 января 2019 года на территории Республики действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с этим на территории сельского поселения обслуживания регионального оператора экоцентра на территории поселения находится 2184 домовладения, включая квартиры и 25 квартирных домов. С физическими лицами полностью заключены договора на реализацию с региональным оператором на вывоз мусора. Тем не менее, регулярно в разных местах появляются стихийные спалки. Сейчас имеется возможность вывозить по отдельному договору. Есть и весь остальной мусор, кроме ТКО. И мы надеемся на сознательное отношение жителей поселения к вопросам санитарного состояния, прилегающих к территории и к территории нашего аула. В текущем году администрация поселения и жителей районного центра было организовано проведено 6 субботников по санитарно-очистке территории поселения. Силами работников администрации поселения района проведено 9 чистых четверков, ликвидированы 4 несанкционированные свалки. Далее хотелось бы озвучить проблемные вопросы, которые имеют право место сегодня на территории сельского поселения. Этот вопрос не один раз поднимался на сходе граждан. Это размещение ЗАГСа в другом помещении из-за несоответствия требованиями на площади, указанной при торжественных регистрациях, правосочетаниях супружеского существующего здания. Проблемы безопасности дорожного движения. Поддержание дорог местного значения в нормальном техническом состоянии и обеспечении их дорожными знаками для безопасности граждан. В 2022 году планируется продолжить участие в программе инициирование Министерства финансов Республики Адыгея из дорог местного значения. Поэтому мы сегодня, наверное, решим, какую дорогу будем делать, какое будет наше финансирование, чтобы мы могли участвовать в этих программах. Также остается нерешенный вопрос с подъезда к кладбищу, старое кладбище, которое мы начали делать. Там у нас осталось около 420 метров. Там нам надо положить твердое покрытие. Если вы поддержите, то это было бы неплохо. В очередной комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение об установке камер видеонаблюдения в центральной части Галого Кашхама. Вот такие мероприятия планируем на 2022 год. Если вы поддерживаете, значит, будем дальше работать в этом направлении. Уполномоченный участковый полиция ознакомил присутствующих с информацией о правонарушениях и о профилактике преступности на территории сельского поселения. С начала 2021 года на обслуживании новой участке оперативная обстановка остается стабильной. На территории Кашхамского сельского поселения совершено 31 преступление, из которых нераскрытыми остается 8 преступлений. Мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений и привлечения к ответственности лиц его совершивших, проводятся до настоящего времени. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуживаемом территории относится к категориям имущественного характера. С учетом складывающей объективной обстановки и ее стабилизации на постоянной основе проводятся прогрессические мероприятия. И под учетными контингентами, которых на обслуживании участка проживает ранее судимых 22 человека, условно осужденных 18 человек, лица страдающих психоневрологическим заболеванием, 5 человек, состоящих на учете ПДН Кашхабовской МОН Воды России, совершено 5 летних, 5 человек. Цель выявления и раскрытия преступлений на обслуживании административном участке проводились следующие мероприятия. Операция «Арсенал», в ходе которой проверялись лица, имеющие к личному пользу гражданское агрессивное оружие, условия его хранения, каковых 350 оружий, проведено 297 проверок. В ходе проведенных проверок выявлено 8 факторов нарушения условий хранения гражданское агрессивное оружие, за что на их владельцах были составлены административные протоколы, предусмотрены статьей 20.8, часть 4 КОАП РФ. Также было выявлено 2 факта незаконного хранения и изготовления агрессивного оружия, предусмотрены частью 1, статьи 222, и частью 1, статьи 223, у КОАП РФ. Также проводились операции о рецидиве, в ходе которой проверялись лица, состоящие на профилактических учетах лица ранее судимых, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Кроме этого, проводились следующие профилактические операции, быт, маг, дача, условник, притон. Проводились мероприятия по выявлению лиц, осуществивших незаконную реализацию спиртосодержащей жидкости. Всего за отчетный период выявлено 9 факторов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, и лица привлечены к анинициативной ответственности по статье 14.2 КОАП РФ. За отчетный период, за появление в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения за распитие спиртных напитков в общественном месте, а также лиц, совершивших мелкое хулиганство, было привлечено к ответственности 35 человек. Лиц, не соблюдающих регистрационный режим, то есть это статья 19.15, часть 1 КОАП РФ, привлечено 229 человек. За другие различные административные правонарушения к ответственности привлечено 244 граждан. Проблемным вопросом для данного поселения остается вопрос безработицы населения, что способствует совершению преступлений административных правонарушений. За 2021 год выявлено в общем 496 административных правонарушений. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 677 обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в установленные сроки, и по каждому из них было принято процессуальное решение. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, последние звонки в школах и так далее. За время проведения этих мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. На постоянной основе проводится разъяснительная работа информационного характера с гражданами, то есть развешивается вести с информацией о том, как вести себя в случае совершения мошеннических действий, о том, что необходимо делать при обнаружении подозрительных предметов о мерах по организации добровольной сдачи незаконно охранящегося огнестерного оружия. С учетом складывающей оперативной обстановки в соседних регионах хотелось бы обратиться с просьбой сообщать информацию о лицах новых прибывших на территорию, то есть сельского поселения для проживания, особенно иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц прибывающих с горячих точек России, а также о лицах, осуществляющих незаконную реализацию спецсодержащих жидкостей, о фактах незаконного выращивания наркотических растений, а также о лицах, занимающих незаконным оборотом весненного оружия. На сходе также выступил председатель общественного движения ДГХАСА Амин Непшикуев, который затронул вопросы, волнующие многих жителей, а также дал оценку работе главы Кашхабльского поселения. Вот на посту председателя административного поселения мы вас прекрасно видим. Видно, что вы за ум болеете, болеете за людей. С каким бы проблемами люди к вам не обращались, вы всегда ответственно к этим вещам относитесь. И не только вы, но и ваш коллектив. Вас видно, вы стараетесь, конечно, содержать в образцовом состоянии, где проживает 8 тысяч человек, не так просто. И, к сожалению, то, что сделано сторонными финансовыми затратами, облик АУЛ, как изменился, она различно отличается с теми годами, что прошло. Но, к сожалению, и население, и мы тоже от этих дел, к великому сожалению, остаемся в стране. Столько хлопот стоило, просто мы все это преподнести людям, для людей, облик АУЛ, как изменился. Но, к сожалению, сколько случаев, когда молодежь, грубо говоря, я извиняюсь за такое слово, борзеют, разрушают, ломают стулья, памятник ломают Кирашу уже 4 раза. Значит, каждый раз это финансовые затраты, это каждый раз хлопоты. Ну, проблем очень много. А сколько случаев, когда фонари бьются, сколько случаев, когда и взрослые, и населения сидят в такой прекрасной парковой зоне, значит, едят семечки или другие, продают питание, бросают все, обертки, шелуху, все, выбрасывают мусор, встают и уходят. А хотя рядом стоят урны. Сколько раз случаев было, когда урны ногами пацаны, вот школьники пинают, замечания не делаешь, или обрезаются, или же матом могут деться. К сожалению, и мы тоже от этого не стоим, мы в этом считаем и недоработку, и общественное движение АДЛХАСа, потому что, ну, наверное, и пандемия сказывается, но вот за эти три года мы очень резко сократили количество встреч с населением. Мы не можем свое мнение высказать, мы не можем родителям высказать то, что мы видим и то, что хотим видеть от детей, от подрастающего поколения. Это же делается для тех людей, которые идут за нами, чтобы они могли сохранить то, что сделано старшими товарищами. Значит, Хазрет, я знаю, что вы в душе, и как человек, и как, значит, руководитель, вы добросовестно ведете свое дело, вы настойчиво проводите те мероприятия, которые запланированы, вы, значит, с административными органами находите общий язык. Конечно, это районный центр, на вас равняются, на вас смотрят, с вас пример берут. Я желаю вашему комитету, чтобы вы еще больше достигли успехов, чтобы народ был вам недоволен, и чтобы и вы, значит, остались довольны своей работой. Успехов вам и вашему комитету. Кратко об итогах социально-экономического развития Кашхабского района за текущий год рассказал глава района Заур Хамирзов. Он также отметил задачи, которые предстоит решить в 2022 году, среди которых активное участие района и населения во всех программах. Глава района отметил, что в поселении остается еще много проблем, которые администрация должна решать при участии жителей.